Люди, переболевшие COVID-19, часто жалуются на потерю вкуса и обоняния, восстановить которые не могут долгое время. Как ускорить процесс восстановления и какие методы помогут вернуть мир запахов и вкусов, рассказала врач-эпидемиолог. По словам врачей, после перенесенного COVID-19, у большинства людей обоняние и вкусовые ощущения восстанавливаются достаточно быстро. Симптомы уходят буквально за несколько недель. Но есть и те, кто страдает от этих нарушений длительное время. Восстановление пациента зависит от зависимости тяжести заболевания. То есть это может быть как от лёгкой формы до тяжести крайней степени. Она занимает как две недели, то есть инкубационный период начинается до 14 дней, так и, конечно, зависимости от степени тяжести. Это может протекать как до месяца и так далее. Сейчас нельзя сказать наверняка, с чем связано исчезновение этих ощущений. И специалисты рассматривают несколько теорий. Одни предполагают, что при COVID-19 нарушается состав слюны, поэтому вкусовые вещества разрушаются быстрее, не успев дойти до вкусовых рецепторов. Другие же утверждают, что повреждаются сами рецепторы. Для того, чтобы восстановить обоняние после коронавирусной инфекции, необходимо обеспечить доступ воздуха к нервным окончаниям, которые находятся в носу. Конечно же, нужно промывать нос с морской солью. Также нужно обеспечить доступ в важности в помещении. Также нужно правильно питаться. Также нужно пить воду в достаточном количестве. И, конечно же, принимать такие витамины, как витамины группы В и поливитамины – это для восстановления нервных клеток. Назира Балтабек – медсестра поликлиники номер 4. COVID-19 не обошел стороной и ее. Хотя болезнь не протекала в легкой форме, процесс восстановления занял долгое время. Первые симптомы начались у меня с повышения температуры тела до 37-6 градусов. Затем присоединился кашель сухой, боль в горле, потери обоняния и вкусовых ощущений. Я обратилась в фильтр кабинет, где взяли у меня ПЦР на коронавирус, анализ крови. Затем на скорой помощи отправили на КТ грудной клетки. Результат КТ грудной клетки показал, что нет пневмонии. Показаний для госпитализации не было. С начала января в поликлинике номер 4 зарегистрировано 50 случаев COVID-19. На сегодняшний день 8 человек из 20 лежат в стационаре. Остальные получают лечение дома.